Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит. Какое вещество, мы не знаем пока. Перевозить его отказываются. Говорят, что сейчас они не могут это совершить, и что он нетранспортабель. Хотя два часа назад еще ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку. И, собственно говоря, поэтому здесь находилась транспортная полиция изначально. Не для того, чтобы сообщить какие-то данные о веществе, которое находится на каких-то вещах, я так понимаю, или на Алексея. А на том, чтобы помочь нам с транспортировкой. После этого прошло два часа, нам отказываются отдать Алексея, чтобы отправить. Мы считаем, конечно, что это сделано для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме у Алексея, исчезло. Поэтому его, конечно, не выдают, чтобы эти остатки этого вещества исчезли. Он не очень в хорошем состоянии, и мы, конечно, не можем доверять этой больнице. И мы требуем, чтобы его нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем. Мураховский Александр Григорьевич, главный врач, в больнице скорой медицинской помощи номер один. Мне бы хотелось сейчас дать очередную информацию по поводу состояния нашего пациента, Навального Алексея Анатольевича. Могу сказать, что ночь прошла хорошо, состояние его несколько, на 8 часов утра улучшилось. Все равно мы четкой стабильности еще пока его состояния добиться не можем, гемодинамической в том числе. На момент консилиума, а я бы хотел сказать, что мы сегодня проводили очень большой консилиум с участием специалистов из Института Бургленко, из Института Бургленко. Мы его начали в пол восьмого утра, закончили в полдесятого. Значит, состояние у него в любом случае пока еще остается нестабильно. По вопросу его транспортировки, я считаю, что вопрос, и не я считаю, а решает это консилиум, он еще пока прежде времени. Необходимо все равно добиться полной стабилизации пациента. Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники и согласно та сторона. По согласованию, конечно, со всеми структурами. А диагноз, Алексей, поставлен? В каком отчете? У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их сейчас назвать не могу, потому что есть 22-й федеральный закон. Но могу сказать, что они все рабочие, мы все их отрабатываем. Их отрабатывают ренематологи, их отрабатывают неврологи, их отрабатывают нейрофизиологи. Их отрабатывают все. Все смешные специалисты подключены и работают. Мы все боремся за жизнь нашего пациента. Вам сказали, какие вещества вы отрабатывали? На сегодняшний день могу сказать следующее, что те биологические материалы, которые мы отправили на исследование, и те вещества, которые уже были проведены анализы, они все отрисательны. А семья Алексея говорит о том, что транспортная прокуратура предоставила, ну, уже объявила какие-то вещества. Которые наши неопасные. Это яд, причем. Вы знаете, я руководствуюсь в своей работе официальными документами, и те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-кактиллической лаборатории, и тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, все отрисательны. Анализы еще продолжают, они еще будут идти порядка двух недель. А можно разводить? Двух суток. Какие вещества именно? Я не могу их назвать. Александр, скажите, пожалуйста, а под ответственность родственников можно будет позволить транспортировку на воду? Ну, если они понимают. Мы под ответственность родственников мы позволить не можем. Если человек по клиническим показаниям на сегодняшний день у нас вызывает опасения по его транспортировке. Чем она сейчас опасна, транспортировка? Что может случиться, если попытаться транспортировать? И как скоро стабильное состояние будет. Даже самое печальное может случиться. А какие-то российские специалисты при консультации? Потому что там супруга сказала, что вроде бы какие-то химические вещества очень опасны. Я уже повторил, что я на сегодняшний день не могу сказать, что сказала супруга, но могу сказать, что те анализы, которые мы на сегодняшний день получили, эти вещества отрицательны. Анализы еще продолжаются делать. Скажите, вы консультировались сегодня с Бурденко из Пирогова, а вот больница Шарите, куда родственники хотят отправить Навального, вы как-то с ними на контакт будете выходить? Ну, вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать в той клинике, про которую вы что-то не сказали. Да, но это просто состояние родственников. Я вам еще раз говорю, если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то специалисты, мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, мы бы его не возражали. Но на сегодняшний день он с анкортировки, и они брежли в день. А из этой клиники попытались как-то связаться с Шарите? Может быть, им интересно состояние пациента? Если они будут здесь, вы допустите их для консультации, для осмотра европейских специалистов? Вы знаете, для того, чтобы мы их допустили, есть ряд периодических вопросов. Их надо будет все равно согласовывать. А как снова вопрос о транспортировке Навального будет рассматриваться? То есть через какое-то время это... Я еще раз повторяю, я это сказал родственникам, как только его состояние будет стабильным, как лечащие доктора и консилиум примет решение, что он стабилен и может быть транспортирован, какие вообще... какая речь о препятствиях может быть? А где у вас сейчас прогнозы по поводу состояния Алексея? Я не могу давать прогнозы. Он в сознании и в коме? Он без сознания. Подключен к аппарату ВЭЛ? Алексей, подключен к аппарату ВЭЛ? Что вы говорите? Подключен Алексей к аппарату ВЭЛ? Да, он, просто на аппарате ВЭЛ. Все, на этот момент... Вы сейчас от родственников ничего не скрываете? Субтитры сделал DimaTorzok